В обновляемом основном законе страны обозначено, что право на получение образования гарантировано Конституцией. В этой связи в 41-ю и 65-ю статьи внедряется ряд изменений и дополнений. В частности, дошкольное образование и воспитание, общее и среднее образование находятся под надзором государства. Наш корреспондент продолжит. Прогресс страны зависит от качества образования в ней, и развитие данной сферы является одним из приоритетных направлений государственной политики, внесенные в связи с этим изменения в обновленную Конституцию служат концептуальной основой дальнейшего совершенствования всей системы образования. Новая редакция Конституции подразумевает и усиление внимания к образованию. То есть, если раньше в действующей Конституции у нас было закреплено, что каждый имеет право на образование, то сейчас мы видим огромную разницу в тех условиях, которые государство создает для развития как государственных, так и негосударственных образовательных учреждений. Система непрерывного образования, которая закрепляется в новой редакции Конституции, она комплексно отражена в статье 50. Государство обеспечивает развитие непрерывной системы образования. Это очень серьезная стратегическая задача. Согласно новым дополнениям в статью 65, государственная гарантия на воспитание и обучение детей дошкольного возраста определяется на конституционном уровне, так как именно в возрасте от 5 до 7 лет у детей формируется мировоззрение и восприятие окружающего мира. Кроме того, в статье закреплено, что дошкольное образование также поддерживается государством. Мы все знаем, что у нас во главу образовательной политики сейчас поставлено повышение охвата дошкольным образованием детей. То есть, чем более ребенок образован, тем более у него успехи в начальной школе. Потому что, когда человек находится в дошкольном учреждении, он получает не только воспитательные какие-то азы, он еще и получает определенные навыки, которые ему помогают быстрее, активнее учиться в начальной школе. Что, естественно, является залогом хорошего обучения в средней школе и, конечно же, при поступлении в ВУЗ. Вместе с тем предусматривается следующее. Государство будет создавать условия для развития образовательных учреждений на основе государственно-частного партнерства. Это, в свою очередь, станет новым импульсом для всестороннего формирования личности поколения Next. Такая поддержка будет осуществляться за счет принятия правовых документов, субсидий или льготных кредитов. Вопрос качества образования в стране находится в центре постоянного внимания. В частности, согласно госпрограмме, на текущий год с 1 сентября 2023 года поэтапно внедряется практика обучения школьников двум иностранным языкам и одной профессии в каждой районной и городской школе. А со следующего учебного года будут реализованы образовательные программы, ориентированные на развитие коммуникативных исследовательских науков, критического и творческого мышления и работы в команде.